Канал о моделизме Здравствуйте наши уважаемые подписчики И просто здравый люд С вами АЭФ студия И мы сегодня с вами встретились Не в студии как обычно А мы решили приехать непосредственно К нашему герою этого выпуска Перед нами Т-28 А в руках у меня новая Совсем горячая новинка От фирмы Звезда Танк Т-28 Все друзья в этом выпуске Не переключайтесь Будет много интересного Мы находимся с вами в центральном музее Вооруженных сил И вот здесь за спиной у меня находится Тот самый прототип танка С которого и сделан Вот этот танк Да друзья Данная модель создавалась по обмерам Сохранившейся модификации этого танка И данный танк Экспонируется на территории Центрального музея Где мы с вами сейчас и находимся При этом фирма Звезда Она присутствовала при разборке ходовой И ей скажем так повезло Чтобы ознакомиться непосредственно С этим танком С этой ходовой Как говорится наглядно Так что друзья Это к тому вопросу Правильная ли эта модель Или нет Коли находимся около этого танка Давайте познакомимся О тактико-технических характеристиках Этой машины Боевая масса 25,5 тонн Количество человек Экипаж этой машины составлял 6 Количество выпущенных экземпляров Вот этих машин Составляет на данный момент То что мы знаем Это 503 экземпляра Ну а размеры данной машины Это у нас 7370 миллиметров Корпус ее Ширина 2870 Высота 2625 И клиренс у этой машины Составляет 500 миллиметров Ну на этом танке Не видно одной детали Но вот на этой модели Она присутствует Это конечно снаружи башни По бортам На 8 кронштейнах Крепится поручневая антенна Мы на танке Как раз ее здесь не наблюдаем Но еще раз скажу В модели она есть И это мы все с вами увидим в студии Друзья у меня есть немного еще Ценной информации по этой машине Именно по этой Которой находится около меня В 2018 году При ходе реставрационных работ Волонтеры выяснили номер этого танка И этот номер 1619 Находка позволила уточнить Период выпуска именно этой машины Он составляет 1937-38 год А также и место службы И данный танк находился В Саратовском танковом училище Ну и находясь конечно с этим танком Нельзя сказать об его вооружении Друзья посмотрите Очень серьезная 76-миллиметровая Танковая пушка КТ-28 Образца 27-32 годов И данное орудие Которое здесь есть на этом танке Имеет свой номер Друзья Этот номер 1819 Самое интересное У нас есть два вот таких танка Представлены официально Компанией Звезда И это еще не все Эти два танка у нас будут разыграны Да друзья И каждый из этих танков Имеет свой серийный номер На наклейках вот здесь На этих коробках Написано 001 и 002 И именно эти два экземпляра Сегодня находятся в Центральном музее Вооруженных сил Около этого прототипа С которого и сделан вот этот танк Вот такие уникальные две модели Будут разыграны в этом ролике Так что друзья Обязательно смотрите И будет вам большое Как говорится Модельное счастье Ну а мы сейчас с вами Переместимся в теплое помещение В нашу студию Где подробно посмотрим Все литники От фирмы Звезда Ну и конечно же поговорим О самой модели Так что друзья Поехали в студию Ну что друзья Мы теперь в нашей теплой студии И передо мной Вот стоят две эти коробочки Два самых горячих танка Так скажем От компании Звезда И скоро вот эти именно два танка Обретут своих хозяев А именно 15 марта в 21.00 по Москве Мы узнаем на нашем канале Кто же выиграл А как это выиграть Друзья я вам сейчас скажу Нужно быть подписанным на наш канал Оставить под этим видео комментарий И ссылку на свой профиль Вконтакте Конечно надо подписанным быть В нашей группе Вконтакте Ну и у себя на странице Запостить вот это Замечательное видео Итак друзья 15 марта Мы узнаем Эксклюзивные Вот эти две модели Кто ими будет обладать И это еще не все Мы туда вложим сертификат Нашего канала Что данные две модели Участвовали в съемках И побывали в центральном Музее вооруженных сил Вот такой будет интересный приз Мы с вами видим Прекрасный арт Господина Жирнова На котором у нас Наши машины Едут по Красной площади Что я хочу сказать про это Это первая партия Из 12 танков Которая была готова К апрелю 33 года И уже 1 мая 10 из этих прошли В составе парада По Красной площади Но друзья Здесь есть один интересный факт Что правда Эти танки были приняты условно Так как в общем и целом Являлись ходовыми макетами На них не было ни оружия Оптических прицелов Устройств внешних И не было связи Так что после парада Танки отправились Обратно на завод Напомню Что данная модель В 35 масштабе Имеет 454 детали И в длину Она у нас будет Ровно 21 сантиметр Ну а сейчас мы давайте Перевернем коробочку И посмотрим Здесь у нас уже Собранный вариант модели Некоторые сейчас удивятся Почему он в камуфляже Друзья Здесь компания Звезда Представляет Аж 4 Вида Покраса Данной машины Мы еще Это с вами Все увидим Итак Давайте Откроем Нашу коробку И посмотрим Что в ней Внутри Как сказал Маэстро Перед нами Коробка С вертикальной Загрузкой Летников И мы ее Открываем И видим Вот такой Пакет В котором Упакованы Зеленые Друзья Летники Но Некоторые Думают Если пластик Зеленого цвета Он чем-то Отличается От пластика Серого цвета Или Желтого Нет Друзья Здесь Просто Добавляются Некоторые Красящие гранулы В этот пластик А пластик Это идентичен Тому Что мы с вами Видим И на современной Технике И на технике Например Немецкой Просто фирма Звезда Скажем так Рассчитывает И на детей Которые Ну не будут Красить Эта модель Как мы с вами А советский Вариант техники В зеленом Исполнении Наклеют Декали И в принципе Техника Готова Вот и вся Разница И в коробочке Вместе с инструкцией Лежит вот такая Интересная бумажка Мы ее иногда Все просто Выкидываем И не знаем Что там написано Хочу обратить Ваше внимание На нее По ней Можно узнать Что наша Фирма Звезда Российская Посылает Скажем так Экспортирует Свои модели В 21 Страну Мира И это Показатель И перед нами Друзья Лежит инструкция Как всегда По традиции Мы начнем С нее Но перед тем Как начать С инструкции Я хочу Сказать Что 3D проект Данной модели Разрабатывал Александр Бронников Ну и за это Ему большой Респект И уважуха Как говорится Я лично Эту модель Очень долго Ждал И хотел ее Поставить Вместе с 35 танком Чтобы Интересная Такая у меня Коллекция Вышла Итак В инструкции Мы с вами Сразу Видим Что у нас Два варианта Сборки Почему Как я вам уже Ранее Рассказал Что Коллеги Из фирмы Звезда Присутствовали При разборе Экранов И ходовой Данного танка И внимательно Ознакомились С устройством Подвески И грамотно Ее Отобразили Кому-то Это может Показаться Излишним Зачем Собирать Сложную Конструкцию Когда Все равно Будет Не видно Вот это Мы видим С вами На первом Варианте Что у нас Стоят Экраны И ходовую Практически Не видно И второй Вариант Вот здесь Мы можем Сделать И показать Всю эту Изящную Ходовую Но Есть еще Интересный Вариант И скажем так Сюрприз Который Приготовила Фирма Для нас Открыв Инструкцию Мы сразу С вами Видим Наши Летнички Они Здесь Пронумерованы И Дальше Начинаем Как раз Собирать Нашу Ходовую И здесь Я хотел Немножко Задержаться Для продвинутых Моделистов Компания Сделала Чтобы Ходовая У этой Машины Была Рабочая Да-да Друзья Вы Не Ослышались И достигается Это Путем Удаления Штифтов На свечах Подвески Это Деталь Б13 Также Из приятных Мелочей Друзья Впервые В пластике А не Автор Маркетам Показаны Незакрытые Головки Перископов На главной Башне Но без Которых Танк в бою Или походе Был бы Слеп Вот это Радует Спасибо Фирме И открыв Следующий Листочек Мы С вами Видим Как здесь Уже Подсобираем Ходовую Часть И Переходим К закреплению Экранов Как я уже Раньше Сказал Вы можете Сделать Два Варианта Здесь У нас Только Для первого Варианта Когда крепятся У нас Экраны Ну и Второй Вариант Вы можете Сделать Его Без Экранов Вентилятор У нас У нас Здесь Идет Видите Аж Состоит Из Трех Деталей Лопасти Вентилятора Идут Отдельно Друзья Открыв Следующий Листок Инструкции Мы С вами Видим Что Здесь Идет Сборка Траков Хочу Сказать Сразу Про Траки Траки Сделаны Сегментированно Из Пластика Чем Это Хорошо Потому Что Они Собираются Быстро Самое Главное И Уже Здесь Есть Провис Тот Замечательный Провис Который Должен Быть На Настоящем Танке Иногда Моделисты Про Это Забывают Когда Собирают Гусеничные Ленты Большая У нас Здесь Идет Верхняя Часть И Нижняя Часть Дальше Идут Более Маленькие Сегменты Ну А Направляющие Да И Звездочка Их Нужно Будет Обогнуть Маленькими Сегментами Траков И У нас В принципе Лента Будет Собрана Я Считаю Что Такое Решение В принципе Оправдано И По Время Затратам Довольно Таки Быстрое Вот Здесь Мы С вами Видим Членение Башни Некоторые Сейчас Скажут Оно В принципе Такой Же Как И У 35 Все Правильно Но Друзья Современный Клей Сейчас Скажем Так Более Густой Нам Дает Право Склеить Склеить Такие Половинки Башни Без Шва Мы Навазываем Две Половинки Присоединяем Друг Друг И У Нас Получается Такой Пластиковый Шов Вырезаем Потом Аккуратно Его Вышкуриваем И Никаких Проблем Я С Этим Не Вижу Ну И Последний Листок Инструкции Нам Говорит О том Что Мы Можем Прикрепить На данный Танк Поручневую Антенну Которая Идет По Башне Ну И Как Вы Видели Друзья В Музее Данный Танк Стоит Без Антенны Это Уже Третий Вариант Который Вы Можете Сделать Здесь Есть Вот Такая Скаточка Которая Идет В Этом Танке Но Сразу Скажу Очень Спорное Решение Сделать Скатку Из Двух Половинок Что Вы Девять Подсборок Вот Так Двадцать Восемь И Двадцать Девять Подсборок На Последнем Листочке Мы С вами Видим Как Надо Укладывать Тросы Это Тоже Имеет Значение Посмотрите Здесь Увеличенный Вариант Есть Ну И Соответственно Наш Танк Готов Традиционно Для Компании Звезда Стал Вот Такой Вкладыш Который Она Вкладывает В Свою Коробочку Здесь Мы С вами Видим Схему Окраски Модели И Размещение Декалей И Первый Окрас Который Мы Здесь С вами Видим Это Первый Тяжелый Танковый Бригады Из Учений Которые Проходили В Белоруссии Осенью Тридцать Штого Года Второй Вариант Т-28 Это Десятый Танковой Дивизии Украина Июнь Сорок Первого Года Ну А Также Мы Здесь Представлены Фирмой Звездой И Фирмой Тамия Перевернув Этот Замечательный Листок Мы С вами Видим Что Можно Покрасить Еще И В Камуфляж Вот Это Друзья Радует Здесь У нас Т-28 Это Восьмая Танковая Дивизия Львов Сорок Первый Год И Замечательный Зимник Друзья Кто Делает Зимники Тому Повезло Двадцатая Танковая Бригада Январь Сорокового Года Так что На здоровье И не забывайте Про тот Вариант Который Существует Еще В музее В наборе Есть Вот такая Скажем так Небогатая Декалька Но она Позволяет Сделать В принципе Те варианты Покраски Которые Я перечислил Две У нас Идут Линзы Фар Они Уже Идут С Насечкой Такой И Сеточка Которую Дает Компания Для Решеток Ванна Корпуса В данной Модели Дается Одной Деталью У нас Она Идет Без Облоя Геометрия Не нарушена Так что В принципе Все нормально Это Радует Снизу Мы Здесь Будем Приклеивать Как Лист Ходовой Дальше У нас Идут Четыре Эдентичных Литника В которых Мы С вами Видим Скажем Так Ходовую Данной Модели Также Здесь Представлены Пулеметы Вот Здесь Можно Посмотреть Что В принципе Такие Мелкие Детали Пролиты Довольно Таки Очень Качественно И Без Облоя Видим Сегменты Вот Здесь Тех Траков Которые Будут У нас Огибать Каток И Нашу Звездочку Дальше В наборе Есть Два Идентичных Литника Которые Представляют Гусеничную Ленту Скажем Так Каток Направляющий Звездочку И Здесь Мы С вами Видим Что Вот Эта Гусеничная Лента Верхняя Сделана Уже С Прогибом Провисом Как раз Гусеничного Вот этого Полотна Опять же Детали Пролиты Очень И очень Хорошо Здесь Мы С вами Можем Видеть Что Мельчайшие Болты Пролиты Замечательно Для тех Кто не знает Сразу Скажу Что Данные Пресс Формы У фирмы Звезда Это Новинка Они Сделаны Совсем Недавно И Модель Прям Уже Свежая И Горячая На Следующем Большом Вот Таком Летнике Мы С вами Видим Членение Башни Крылья Танка Членение Маленьких Башен Видим Шансовый Инструмент Ну И Сейчас Вот Эта Деталь Скажем Так Верхняя Главная Башня На которой Выштампана Как раз Звезда Хочу Сказать Что Как и Корпус Главные Башни Выпускались Двух Типов Это Сварный И Клепанно Сварный По Конструкции Главная Башня Была Эдентична Главной Башне Тяжелого Танка Т-35 И Вот Крыша Башни Была Усилена Ребрами Жесткости Выпускай Выполнен Выполнены Как раз В форме Звезды И В виде Двух Полос Закругленными Краями Как раз Вот здесь Фирма Нам Представляет Вот Такую Выштамповочку Еще Один Большой Летник В данной Модели Мы с вами Его видим Вот как раз Нижний Лист Ходовой Который Будет Приклеиваться К ванне Корпуса Вот Детали Как раз Лопасти Вентилятора Сделаны Они Отдельно Верхняя Часть У нас Идет Танка В принципе Вы сами Все видите Что Здесь Нету Никаких Смещений И Посмотрев Ближе Я Не нашел Неутяжин Скажем так Не облоев Это Не может Не радовать Но Здесь Вот Как раз Есть Вот Эта Скатка Это Спорное Решение То Что Она Сделана Из Двух Половинок Но Опять же Друзья Вот Здесь Мы Это Дело Можем Показать Более Детально Но Опять же Мы С Вами Моделисты Скатку Можно Сделать Из Салфеток Из Резиновой Перчатки У нас Много Роликов Где Мы Показываем Как Делать Скатки Но Это Все Вот В принципе Детали И Последний Летник В этом Наборе Здесь Мы С вами Видим Что Вот Такая Антенна У нас В принципе Тонкая Пролита Видите Как В принципе Защищена Вот Таким Толстым Летником Ни В коем Случае Она У вас Не ломается Потому Что Если Ее Перевернуть Здесь Опять Вот Идет Такой Толстый Слой Пластика Который Защищает Эту Антенну Дальше У нас Идут Два Тросика Кстати Друзья Если Вы Будете Менять Внимательно Внимательно Посмотрите Как Прикручены Кауши Да Здесь Идет Еще Один Трос Намоточный Так Что Будьте Внимательны Если Будете Менять На Метал Обязательно Учтите Вот Этот Нюанс Дальше Казенная Часть Орудия 76 Калибра И Сама Вот Эта Маленькая Часть Пушки Она У нас Отлита Одной Деталей Что Не Может Как Говорится Не Радовать Здесь Небольшие Два Питателя Которые Подходят Как Раз К Стволу Их Можно Аккуратненько Отделить Зачистить И Ствол У нас Будет Довольно Чистый Без Швов И Как Говорится Нарядный И На Этом Летнике Мы Видим Две Оставшиеся Детали Головной Башни А Сейчас Вот Такая Замечательная Модель От Фирмы Звезда В принципе Я считаю Что Модель Фирмы Удалась И Мы Ее Ждали Не знаю Как Вы Но Я Ждал Эту Модель И Она Мне Точно Нравится И Я Оставлю Себе Ее Но Не Волнуйтесь Те Два Экземпляра Которые Мы Будем Разыгрывать Мы Конечно Разыграем Что Хочется Сказать По Качеству Моделей Некоторые Сравнивают С одной Известной Так Скажем Китайской Фирмой Которая Будет Ли Она Правильной Неправильной Я Могу Вам Сказать Одну Историю Всего Было Выпущено 503 Вот Таких Танков На Сегодняшний День Настоящих Конечно И Дожили Всего Три Первый Вот Использовался В качестве Дота На Карельском Фронте Там И Ржавел Потихонько Однако Его Достали Привезли В Верхнюю Пышму Это Недалеко От Екатеринбурга Где Восстановили Доходового Состояния Кто Не Верит Мне Можете Набрать В Интернете И Увидите Видео Где Он Едет По Асфальту Своим Ходом Второй С Пушкой КТ 28 Мы Сегодня С Вами Видели В Центральном Музее Вооруженных Сил И Третий Находится Это Т-28 Э С усиленным Экраном С усиленной Броней С пушкой Л-10 Вот он Находится В танковом Музее В Парало Это Финляндия Друзья И Вот Где Могли Китайцы Померить Танк Который Был Выпущен Это Уже Большая Загадка А фирма Звезда Как я Вам Ремонте Восстановления Танка Который Стоит В музее Вооруженных Сил Вот Такая Как Говорится История И Не Забывайте Друзья Подписываться На Наши Соц Сети У нас Есть Еще Инстаграм И Кстати Там В Инстаграме Выходит Намного Больше Фотографий Нежели В нашем ВК И Выходят Туда Одни Из Первых Так что Подписывайтесь Будет Много Интересного Всем Удачи И Пока